Начинал я вообще футболом заниматься со своим отцом в детстве, он сам тоже. На своем уровне республиканском играл футбол. У меня еще два брата нас выводил на ближайшие поляну тренировать, пока я был маленьким и вот с этого моя любовь к футболу и пошла, началась. Помню в возрасте, по-моему, восьми лет меня первый раз отвели на футбол. Мама меня записала в Махачкалинскую дюшер к тренеру Бабаеву Гамалю Незамевичу. То, что касается игровой карьеры, я Всевышнему благодарен за то, что может быть ее не случилось, потому что я рано получил травму, я долго от нее лечился. Болезненно я с футболом прощался, с игрой в футбол, так скажем. Но очень рано, опять-таки по совету моего первого тренера, я начал тренировать в той же дюшер. Не совсем правильно, не совсем подковано все это было, но это было с большим энтузиазмом. Мне это дело сразу понравилось. Вот как раз даже из того набора ребят, с кем мы начинали, так скажем, сейчас все завернулось, то Абусаид Эльдарушев был в той команде, как раз, которую я, как неопытный, как венец, начинал тренировать. Опять-таки не имея тогда никаких перспектив, не имея ничего, кроме желания, кроме любви, кроме понимания, что это дело, так скажем, всей моей жизни. И тренингскую карьеру профессиональную мне посчастливилось начинать уже в Академии Анжи, вот вновь с нуля сформировавшейся. Первые шаги в тренерстве у меня начались. Первый день, когда я приехал в Москву, в гостиницу, раз утром назад, как мы с ним встретились, и чуть-чуть вспоминали, посмеялись. Ну, уже даже тогда, вот в этот момент, мы были сосредоточены в меньшей степени на том, что было, а в большей степени на том, что будет, как у нас будет идти работа, потому что много времени с того момента утекло, и Саиду уже не 9-8 лет, и я уже не тот, так скажем, молодой, молодой, но юный, не тот юный тренер. Уже есть багаж определенный, и уже есть понимание, в отличие от того момента, что, как нужно, уже не детям, а команде мастеров для того, чтобы добиваться результатов. Ты работаешь в Дагестане, вы перешли в Аскорский ТСК, почти три года там работали, что это время дало вам там? Это дало мне как и профессиональный рост, как и, в отличие, конечно, от Анжи, ССК уже уровень конкуренции другой, той же тренерской конкуренции, уровень мастерства футболистов, с кем тебе приходится работать, потому что селекция подкрепляется постоянно со всей России, набираются футболисты лучшие съезжаются. Плюс, может, на уровне Академии это не, знаешь, не совсем сказывается, и не все это чувствуют со временем, но первое время и уровень давления, в принципе, потому что многое сосредоточено, много внимания сосредоточено, и с образованием того же UFL все равно там везде трансляции, везде гонка за результатами, даже в юношеском возрасте, и тебе хочешь, не хочешь, с этим приходится сталкиваться. Команда под брендом ССК была конкурентоспособна, чтобы она, знаешь, никому не проигрывала, чтобы она была всегда вверху. Не было цели у меня всю жизнь провести в детском и юношеском футболе. По крайней мере, у меня всегда стояла эта задача, что я хочу рано или поздно, а вот сейчас случилось, что рано, сделать этот шаг. И в тот момент, когда я буду готов, я это обязательно сделаю. Это новый вызов, мне все очень интересно, но и в ту же очередь, если бы я понимал, что я иду сюда как стажер, я бы этого шага не сделал. И я готов, я готов давать футболистам, давать команде и вместе с ней добиваться результата. Только с пониманием этого я пришел в окрон. С Зауром Эдуардовичем мы заочно изначально познакомились. Наш общий знакомый Услан Алборов нас познакомил. Я тогда обучался на категорию «Б» и своеобразным ментором для меня в тот момент стал Заур Эдуардович. Он меня консультировал касаемо заполнения определенных бумаг, конспектов, микроциклов и так далее. Мне это было важно, мне это было интересно. В площадках детско-юношеского футбола, тогда Эдуардович вел детско-юношеский футбол в Ростове, я как раз работал в Анжеле. И вот мы пересекались на полях, так скажем, и уже точно познакомились, и уже после этого плотно общались. Он мне сам сказал, что я очень требователь по многих аспектах. Касаемо работы я очень требователь. Первое, что приходит в голову, это большой профессионал. Глубоко понимающий игру, глубоко понимающий тонкости и нюансы тренировочного процесса. И человек, который касаемо работы главного тренера заботится обо всем. Какие функции в тренинском штабе Кронозавру Эдуардович возложил у вас? Если начинать от простого, это контроль определенных моментов тренировочного процесса, анализ тренировочного процесса, анализ игр и в большей степени еще индивидуальный анализ в каких-то аспектах игровых по конкретным футболистам. Часто вместе с Ильей Евгеньевичем анализируем тренировки, анализируем игры и проводим теории индивидуальные. Будет поле для работы – это академия, взаимодействие с молодежкой и со второй командой. Я много времени в этой среде провел, совсем чуть-чуть понимаю в этом. И я думаю, нам будет о чем поговорить, так скажем. И совместными усилиями вместе со всем тренерским штабом главной команды, вместе с руководством клуба, вместе с руководством академии, тренерским штабом молодежки «Рона-2», второй команды. Мы будем модернизировать, будем улучшать работу. Чем с нашей стороны мы сможем помочь? Будем всегда открыты. Главным тренером академии в декабре стал Игорь Ротипов. Насколько это большое подспорье сейчас для развития академии? Сейчас на посту главного тренера академии «Акрона». Я думаю, это огромное усиление для всей детско-юношеской ступени. Это опытнейший специалист. И в плане видения тренировочного процесса, и не только, и, знаешь, компонентов игровых, которые будут тренироваться, мне это близко. То, что делает Игорь Николаевич, то, как он видит футбол, то, что я вижу в лице его команд, мне это близко, и я уверен, что это то, что сейчас нужно нашей академии. Чего не было «Акрона», то, что уже удалось привить, получается привить вашему тренерскому штабу в игровом плане? Акценты на конкретные игровые аспекты – это все проходит на наших глазах. И то, как мы в этом прибавляем, и от игры к игре, анализируя каждый матч, анализируя каждую тренировку, многое поменялось. Наша цель в игре – забирать инициативу в свои руки, делать все лично, самим, для того, чтобы провоцировать отборы на чужой половине поля. Это агрессивная игра в прессинг, это навязывание единоборств, это более вертикальный футбол. В том, что мы сейчас делаем, много ответственности на каждом футболисте. В конкретных ситуациях, допустим, действиях в обороне, многое зависит от того, как каждый игрок будет вести вот эти дуэли на поле, бороться за каждый мяч, бороться за позиции на поле. Это сейчас очень важно. Очень важно. Я думаю, каждый футболист во время матча, и сейчас последние игры это показывают, каждый футболист это понимает. И касаемо, я думаю, нацеленности на результат – это большой плюс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА